Доброе утро, дорогие друзья! Пятница, заканчиваются глаза во этих, и мы с вами так много не успели, но давайте попробуем сегодня. Сказано в Торе, да не будет у тебя божества чужого. Рэбби Скотска толковал это очень и очень интересно. Да не будет Бог чужим твоей душе. Я думаю, что в этих словах очень серьезная и глубокая мудрость. Ты должен приближать свою душу к Богу, ты должен видеть Его как самая близкая, ты должен что-то делать с собой, потому что в человеке заложена и другая сила, которая отталкивает его от духовности, от божественности. Когда Бог явился царю Соломону во сне и спросил его, чего бы ему хотелось, тот сказал, еще молодой парень, только стал царем, он сказал уникальные слова, я хочу сердца слышащее. Он хочет слышать. Это сказал, в общем-то, совсем молодой юноша, который впоследствии стал самым мудрым царем мира. Сердце слышащее. Мудрость Соломона, как минимум, ну, частично, да, заключалась в его способности слышать и слушать. Слышать эмоции, которые скрываются за словами. Понимать не только то, что сказано, но и то, что сказано не было. Мы часто видим людей, которые говорят, но реже, которые спокойно умеют слушать. Умение слушать часто имеет важнейшее значение в жизни человека. Если человек больше молчит и слушает, он, поверьте мне, имеет преимущество над всеми остальными. Сам акт слушания является особой формой уважения. Обратите внимание на свое поведение. Вы меньше перебиваете и лучше слушаете тех, кто над вами выше. И наоборот. Расскажу короткую историю. Королевская семья Великобритании известна тем, что всегда прибывает на местное назначение вовремя и уезжает вовремя. И только один раз, 27 января 2005 года, как рассказывают люди празднования, по случаю 60-й годовщины освобождения Свенцима, королева пригласила тех, кто остался в живых, в Сент-Джеймский свой дворец. И у каждого была своя история, которую он хотел поделиться. И поэтому королева потратила больше времени, чтобы выслушать каждого из них. Один за другим они подходили и говорили, 60 лет назад я не знал, буду ли жив завтра, а сегодня вот я говорю с самой королевой. Этот акт слушания был одним из самых больших королевских актов милосердия. Умение слушать глубокое подверждение человечности. В столкновении, если вы помните, первый раз с горящим кустом, когда появился Машера Бейну, он что сказал? Увидел горящий куст, Бог к нему обратился, он сказал, я не человек слов и никогда таким не был, я медленный в речи, плохая речь. Почему Бог выбрал в качестве лидера в еврейского народа человека, который затруднялся говорить? Возможно, потому что тот, кто не очень хорошо говорит, часто очень хорошо слушает. В идеале можно говорить и слушать, но вот по крайней мере так. Настоящий человек, а тем более лидер, это тот, кто умеет слышать и безмолвный крик какой-то души. И тихий, еще очень важно, тихий, еле уловимый голос Бога, мы должны его слушать. Мы должны думать, как бы Бог поступил в данной ситуации. Знаете, газеты часто пишут, сейчас последний раз я читал в Тибете, умерщитель в возрасте 150 лет, они пишут. И там еще 2 по 130 лет. Но если поразмыслить, возникает вопрос, а что они выиграли? Съели лишнюю миску риса, проспали еще сутки. Что происходит? Человек приходит в этот мир за духовным багажом. Он не возьмет с собой ничего, ни съеденного, ни выпитого. Продвинулся ли человек в духовной лестнице? Возьмет ли он что-то с собой в духовный мир? Вот это вот крайне важно. Жизненно важно. Жизнь важна и возвышена, если в ней есть духовное содержание. А если нет, то, к сожалению, сказано иначе. Злодеи еще при жизни называются мертвыми. Да, люди ходят, двигаются, едят. Ну и что, машина тоже двигается, пожирает бензин, так что она, живая? Тут нельзя сказать, что бизнес не помешал, обстоятельства изменились, кто-то виноват. Все зависит от тебя. И бизнесмены, и сапожники находят время для духовных вопросов. А другие бизнесмены, и сапожники объясняют, что они очень заняты. Выбор за нами. Человек не пустая бочка. Человек не мешок с костями, мясом и нервами. У него есть душа. Более того, именно душа основное в человеке. В ту секунду, когда душа покидает тело, человек мертв, независимо от того, насколько целое у него и какое замечательное тело. Душа это божественная. В ней заложено стремление к Творцу. И поэтому у человека всегда есть один главный выбор. Заглушить это стремление. Заглушить его. Или честно, доброжелательно начать жить по законам Бога, а не своим. Духовная жизнь это первое. Материально это второе. Просит ли нас о чем-то Бог? Да, просит. Просит и постоянно. О чем он нас просит? Не мешать нашей душе. Дайте ей пробиться через грохот города, грохот телевизора, компьютера, миллионы людей. Попробуйте услышать свою душу. Больше того, попробуйте прислушаться к ней. И в этом, только в этом суть выбора человека. Брахава цлаха. Хорошего вам шабата.